Не просто мусор, который не нужно, и нужно от него избавиться. Это ваше тоже имущество, и его нужно сдать согласно законодательности. Потому что в противном случае это имущество начинает гнить, беспорядочно разбрасываться ветром, а самое важное и больное в наш тем более век, потница и колония. Вот так. Если есть какой-то вопрос, задавайте. Конечно, в идеальном случае контейнерная площадка должна иметь твердое покрытие. С трех сторон иметь ограждение. Также покрыть навес, чтобы осадки не попадали на контейнер. Контейнера должны своевременно, согласно нормам, слипам и так далее, проходить дезинфекцию. Мы будем к этому стремиться. Сказать на практике, это пока стремление наше. Мы постепенно, что для того, что управляющей компании заставляем оформлять контейнер на площадке, у многих уже есть схемы их расположения. Мы теперь переходим на этап, чтобы эти контейнерные площадки хоть как-то должным образом, не в идеале, конечно, как книжками писана картинка, мы как-то имели вид, а самое главное, чтобы граждане не жаловались. На контейнерной площадке в идеале должна быть табличка, на которой написано реестровый номер данной контейнерной площадки. Написано, кем она обслуживается, кем используется, график вызов мусора, контактные данные собственника, а также организации, которые увозят. В случае переполнения, чтобы граждане проходили рядом, попадал к телефону, а что здесь творится, а почему мусор не возят. Второе. Существуют уже такие конфликты, да, не конфликты, а как рядом жилой дом, рядом магазин, магазин жалуется на дом, дом жалуется на магазин, чтобы кто-то в чьи-то контейнера несет. Тут два пути, как я вижу, как бы я сделал. Либо вы договариваетесь, как предприниматель, с управляющим этого дома, с управляющей компанией и добавляете в них контейнерную площадку в свой контейнер. И живете, взаимодействуете вместе, следите за своими контейнерами, чтобы они не были ни гнилыми, ни теряемыми, и так далее, санитарными, саночистку делали, дезинфекцию и так далее. Либо организуйте свою контейнерную площадку, и чтоб на нее посторонние люди не складывали, она у вас закрытого типа, да, уже такие магазины есть, за сборщиком стоит контейнерная площадка, заключили договор, Крымок и ресурсы, и сервисное агентство, которое осуществляет вывоз мусора и транспортировку его на место хранения, знает об этой площадке, даже есть телефоны, знает график вывоза, и человек, который отвечает за это, либо сам предприниматель, либо уборщик, имеет ключ, открывает, выкатывает контейнерную площадку при нововизящей организации ООС-8, либо таким образом, есть и такой вариант, и такой.